Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Ну что ж, немного красного всем нам в ленту. Красное и черное прекрасно сочетается. Красное и темно-синее, индиго также. И благодаря своей зрительнице недавно я посмотрела очень интересное видео. Автора, которого она мне рекомендовала, я не знала до этого. Это Рада Русских, если я не ошибаюсь. Вчера я за поем посмотрела какие-нибудь хорошие 4 видео. И у меня родилось очень много идей для моих собственных видео. И могу сказать, что основная мысль это, конечно же, наряжаться, наряжаться, еще раз наряжаться. Почему это важно, в особенности для нас женщин. Кстати, вот витрина уже весенняя. Здесь фигурирует красный и темно-синий. Посмотрите, как красиво смотрится. А эта девушка мне очень понравилась. На самом деле силуэтно и пропорционально ее образ повторяет то, что предложила Макс Мара для этой зимы. Вот такое пальто. Не длинное, не короткое. Мини-юбка. Не мини-юбка, но достаточно все-таки короткое. Колготки в горошек, которые я люблю. Точнее, в точечку, которые я очень люблю. Много раз рекомендовала себе. Обязательно куплю. И могу сказать, что девчонка молодец. Думаю, что немного она потратила на свою одежду. Но выглядит просто потрясающе. И хочу обратить ваше внимание, в который раз, даже не знаю почему, возможно, именно потому, что мне кажутся очень женственными такие компоновки. Это тюлевая юбка, плессированная, либо просто складку. Плюс, что бы то ни было. Я много раз показывала. И обращала внимание, как итальянки это носят. А это уже снова весенняя витрина. И это монклер. И снова нам предлагают носить тюль. Бренд более чем уважаемый. И также он предлагает нам в летние свои гардеробы включать. Либо использовать, если мы уже имеем плессированные юбки. Плюс вот такая футболка. Ну, на самом деле, на мой взгляд, лучше ничего не бывает для городской моды. Поэтому, если у вас есть тюлевые юбки, тюлевые платья, имейте в виду, что, в общем-то, это то, что предлагает нам носиться по этой весне, но и также зимой. Подобные юбки с пуховиками, с пальто были очень и очень популярны. Для многих вновь прибывших зрителей является большим удивлением вот такая сумка-тележка, которая в Италии очень-очень популярна. Я снимаю в центре города. И да, итальянки ходят с такими тележками на рынок, а также в самые обычные магазины. У меня тоже такая тележка есть. Я ее показывала. И также многие обратили внимание на то, что очень часто итальянка имеет какую-нибудь женственную сумку, маленькую сумку, а также большой холщовый шоппер. Это очень и очень удобно. Более того, у итальянки часто бывает в руках три сумки. Маленькая, очень часто это кроссбэк, холщовая сумка и холщовая сумка, возможно, чуть больше, либо чуть меньше, чем уже упомянутая холщовая сумка-шоппер. Что ж, светлые аутфиты снова обращают на себя большое внимание. На самом деле, этот стрестаж для меня получил рабочее название красный, черный и, конечно же, снова светлые аутфиты. Они очень-очень выигрышны. Обращаю внимание ваше на пальто с разрезом по бокам. Опять же, я все собираюсь, никак не выпущу видео про тренды, которые я вижу на улице города. Белое пальто я уже упоминала. Абсолютный тренд, именно белое пальто. И также вот такие разрезы по бокам, это тоже то, что предлагается сейчас очень-очень широко многими фирмами. И если вы являетесь счастливой обладательницей, как одна моя зрительница написала и рассказала мне, пальто, у которого не было изначально сзади разрезов, вы вполне можете самостоятельно сделать разрезы по бокам. Пальто такое очень красиво смотрится именно в движении. Возможно, в момент примерки вам будет непривычно, как было мне, смотреть на себя в таком пальто. Оно необычно ложится, скажем так, оно топорщится снизу. Но это пальто действительно очень-очень красиво смотрится, очень-очень, очень-очень красиво смотрится, когда женщина идет. Я также много раз обращала внимание на то, что яркие краски в нашем гардеробе смотрятся в особенности хорошо и уместно на улицах даже самого серого города, когда есть солнце, когда солнечный день. Помните об этом, что, возможно, вам будет самой некомфортно и вы будете на самом деле выглядеть как будто бы неуместно в ярком пальто, либо в яркой обуви, либо в яркой одежде. Если день теплый, но не солнечный, в то время как солнечный день даже в холодный сезон, в разгар, допустим, зимы, это будет смотреться более уместно, точнее одежда ярких цветов будет смотреться более уместно на залитых солнцем улицах. И, соответственно, когда вы сами в своей яркой одежде попадаете под солнечные лучи солнца, первого солнца, которое, возможно, еще не греет, но зато уже ярко по весеннему светит. Ну что ж, мы видим снова, кто-то раздевается, снимает куртки, а кто-то еще в шубах и, по всей видимости, даже не жарко. Принт леопардовый, любой анималистичный принт мы уже много раз замечали с вами, что очень-очень популярен. И любим итальянками, прежде всего, в обуви, в аксессуарах в виде сумок, в виде шарфа. Кстати, появляется обувь на высоком каблуке, это удивительно приятно. И здесь была очень красивая компоновка не только каблук, который украшает любую женщину, но также мне всегда нравится, когда мы используем платок на сумках, любых сумках, ну и также черное и белое. Я много раз говорила, что белые брюки – это фаворит, это мое открытие. Как раз-таки, когда я стала снимать стрит-стайл, я поняла, что белые брюки уместны, красивы и очень-очень популярны здесь, в Италии, что у итальянских модниц, что у итальянских модников как раз-таки в зимний период. Субтитры подогнал «Симон» Возможно, не посмотрел видео о моих покупках. Хочу сказать, что вот такую кепи можно найти сейчас в H&M, в АКМ, как мы называем эту марку здесь, в Италии. Буклированная кепи, которая прекрасно-прекрасно смотрится. Я надеюсь, что скоро стану счастливой обладательницей такого головного убора. Хочу обратить ваше внимание вот на такой белый пуховик. Недавно на рынке за 25 евро я видела подобный черный. Трогала его руками, держала. На самом деле, потрясающее качество. Мне очень понравилась ткань. Она была такая, как будто бы прорезиненная в ближайшем влоге с рынка. А также это будет влог об антиквариате. Я этот пуховик покажу. И на самом деле, есть вещи, которые я могу с шаговое расстояние отличить. Например, пальто Мануэлла я вижу на женщинах. Я вижу пальто Тедди. Аутентичное на своих героинях. Но вот такую кубку на самом деле отличить не смогу. Видела по всей видимости контрафактный вариант. И видела в витрине магазина. А он, кстати, вот этот аутфит мне очень-очень понравился. Это пример прекрасного замкнутого образа. Посмотрите, красная обувь, красная сумка. И плюс здесь не более трех цветов. Все просто идеально. Очень просто. Такой образ крайне легко повторить. Возьмите его себе на заметку. Сделайте скриншот. И, в общем-то, это на самом деле прекрасный пример стритстайлерства, которое достойно подражания. А эти итальянки меня поразили тем, что на самом деле здесь есть одна особенность в их образе. Только одна. Это волосы. Это укладка. Посмотрите, как, в общем-то, непрезентабельно они одеты. В особенности вот эти принтованные штаны в сочетании смотрятся очень классно. Очень обращают на себя внимание. Но эти штаны любая из нас найдет на ближайшем рынке. Точно так же можно поступить с красным пуховиком. Их огромное количество. Можно купить подороже, подешевле. Ну и образ в черном. Это тоже, в общем-то, силуэтно, легко повторимый образ. Но эти итальянки обращают на себя внимание прежде всего из-за того, что они имеют укладку. Их волосы прекрасно уложены. Я буду еще по весне обращать ваше внимание на то, как выгляжу я сама. Одетая определенным образом. И, допустим, волосы такие, как высохли, что называется, посушила и пошла. И с укладкой. На самом деле укладка – это самый главный женский аксессуар. Доступен любой из нас. Просто фен, просто круглая щетка. Также плойка, если имеется, сделает из любой из нас красотку. А это то, о чем я говорила. Итальянки много-много бегают. Они на самом деле мало едят и много бегают. Редко, на мой взгляд, редко ходят в спортзал. На мой взгляд, пальто – это самая красивая верхняя одежда. Позволяет действительно очень и очень просто собирать элегантные, красивые, одновременно спортивные и удобные образы на повседневную жизнь. Прежде всего, и я считаю, что пальто должно быть как в женском, так и в мужском гардеробе. Прежде всего, как универсальная форма верхней одежды. И вот, пожалуйста, наглядный пример, когда один человек, неважно, мужчина или женщина, одет пальто, а другой – в пуховик. Посмотрите, и там, и там брюки со стрелками, и там, и там хорошо все закомпоновано по цветам, по фасонам, по форме. Но мужчина в пальто выглядит, конечно же, лучше. Он обращает на себя больше внимания. Ну что ж, дорогие зрители, вот такая подборка на сегодня получилась. Пальто, конечно же, герой и этого стрестайла, в том числе. Единственное, что пальто становится ярким, цветным. Безусловно, это заметно. Желаю всем хорошего настроения, прекрасного весеннего уже, несмотря на то, что зима не подошла еще к концу. И желаю всем, конечно же, солнечных дней прежде всего. Пусть они будут прохладными, возможно, даже морозными, но все-таки с большим количеством солнца за окном. На этом с вами прощаюсь. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова